Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Всем привет! И начинаются новые дни. Прекрасный новый день. Почему? Потому что у меня сегодня день рождения. Итак, в этот день предстоит многое сделать. Первое. Я на радио сейчас встречаюсь с очень интересным человеком Константином Харским. Мы будем делать эфир о ценностях, о том, как на самом деле управлять о ценностях, что это такое, почему так важно иметь ценности. Второе. Потом мне нужно поработать, сделать пару презентаций. Сегодня еще будет одна важная встреча с очень крупной компанией на предмет решения разных задач и, возможно, какого-то совместного проекта. Пока еще не знаю о результатах, но идеи очень интересные. В дальнейшем, это уже будет вечер, мне необходимо будет встречать гостей. Привет, мама. Привет, тетя. Кстати, о чем показали эту замечательную кружечку, которую все время подарила мне мама на день рождения, а предыдущая. Эта кружка, термокружка, она практически присутствует всегда, начиная с осени по весну. Поэтому каждое утро процедура заваривания чая имбирь, сушеная цедра апельсина, лимон и какие-нибудь, может быть, травки. Вот с этим чаем мы сейчас и поедем на радио. Впереди пустая Москва, я пока надеюсь, и будем смотреть, что там у нас будет происходить в дороге. А пока отключаюсь и продолжим. Интересная штука. Такими замечаниями я хочу поделиться. Вот когда вы откуда-то приезжаете, не бывает ли у вас такого ощущения, что вы как будто бы никуда не ездили? Я сегодня утром проснулся, и мне кажется, вся моя поездка на малую родину была как какое-то сновидение, что ли. Потому что ты вновь окунулся в привычную жизнь, утром проснулся, поехал к каким-то делам, вернулся на прежние какие-то рельсы. А вот этой прелести состояния новых ощущений, оно куда-то пропало. Странно, правда? Я приехал до пункта назначения. Вот. Я вам сейчас покажу вид, который меня просто потрясает. Выйдя из машины, не мог вам показать волшебный вид, который открывается за моей спиной. Действительно вдохновляет и хочется работать, хочется что-то делать, двигаться. Вот сегодня впервые я постараюсь показать то, как происходит радио изнутри. Почему? Потому что... Что такое радиопрограмма, которую видите вы? Это репортаж из студии, когда мы уже сидим. А вот я вам сейчас покажу, как происходит сама студия, как она выглядит. Что мы делаем перед тем, как зайти в студию. Вот. И сейчас, в данный момент, я иду на встречу со своим спикером. Это Константин Харский. Очень интересный человек. Мы встречаемся с ним в кофе-хаусе. Попьем чайку. Обсудим основные направления сегодняшнего эфира. Поговорим о том, что нам будет нужно. И найдем студию. У нас еще есть минут 20, для того, чтобы обсудить все вопросы. Окей. Продолжим уже из студии. Так, ну что, друзья, я вам обещал показать, что такое радио изнутри. Вот мы с Константином сейчас заходим в студию. Да, потому что вы все время видите программы наши только. А вот что тут происходит? В нашем секретном месте, в котором мы делаем наше радио. Доброе утро. Это мы пришли, опоздающие. Костя, это ты. Я здесь. Вот. Вот это наша святая святых. Никто об этом не знал раньше. Никому мы раньше об этом не показывали. И вот здесь у нас сейчас все будет происходить. Поэтому смотрите наш эфир и получайте это удовольствие. После радио эфира мне нужно кое-что поработать. Поэтому я приехал в свое самое любимое место. Кампус бизнес-школа управления сколка. Сейчас пару часов проведу здесь. Потому что мне сегодня нужно подготовиться к встрече. Вот. И поработаю, подумаю, поразмышляю о том, что нужно сделать для того, чтобы добиться правильных результатов от сегодняшней встречи. Чтобы это было полезно и мне, и моим людям, с которыми встречаюсь. Вот я вам на заднем плане покажу это фантастическое здание. Оно фантастическое по разным причинам. И потому что оно классное, красивое. И потому что здесь прошли красивые и классные годы моей учебы на Executive VA. И потому что здесь это были те люди, с которыми продолжаю с удовольствием общаться. Сегодня в чате нашей EMBA 5 я вижу эти поздравления и я просто счастлив от этого. Вообще, это прекрасное место для того, чтобы подумать. Подумать, поработать. Знаете, здесь особенное место. Когда мы учились, смотря в окно, ты всегда думал о том, что это место, которое позволяет тебе смотреть на мир на 5 лет вперед. То есть ты как будто бы из будущего плюс 5 лет смотришь и занимаешься этим. Знаете, я когда с Игорем Владимировичем Рыбаковым общался, у него есть такая технология, возможная реальность. То есть не исходя из того, что у нас здесь есть и исходя из этого планировать свою жизнь, планировать из того, что ты хочешь, и потом уже подтягивать под это свою жизнь. Так вот, именно Сколково кампус этой нашей бизнес-школы позволяет мне использовать инструменты возможной реальности, прогнозируя возможности, прогнозируя возможности развития всех моих проектов, идей, именно от того, что хочет пройти, от проектов для того, чтобы двигаться дальше. Поэтому ближайшие два часа я проведу здесь и, надеюсь, результаты будут хорошие. А потом домой мама уже едет ко мне с моей любимой тетушкой и мы начнем маленькие празднования. Потом еще будет пару встреч и вечером уже будет застолье маленькое с самыми близкими родственниками. А сейчас мы заходим в кампус, раздеваюсь и буду работать. Потом покажу, что еще у нас здесь будет происходить. Здравствуйте. Раздевшись, иду, соответственно, в кампус. Сейчас нужно будет выбрать местечко, где можно посидеть. Нереально удобные диваны. Но прежде чем пойду на диваны, заскочу в столовую и возьму что-нибудь вкусное. Порадовать себя. Вообще, в среду такой день, что не надо кушать, но сегодня исключение. Есть возможность съесть что-нибудь, порадовать себя, чем вкусно. Смотрите, покажу вам прекрасные интерьеры для школы «Школка». Прогуляйся. Это главный хоу, который встречает людей сразу после того, как ты поднимаешься с эскалатора. 2006 год. Год основания школы. Дальше КРС. Ресторанчик, в котором часто мы проводили вечера, учась здесь. Столовая, в которой мы завтракаем, обеды, ужины и так далее, и так далее. Зеленая стена. Вот там, впереди видите, зеленая стена. Вот она, зеленая стена. Да, зеленая стена. Вот. И там будут разные места, где мы можем поработать. Выберу местечко, потом присяду. Сейчас пойду попью кофе. Прогулку по кампусу. В кампусе нижняя часть выполнена в форме сферы или круга. Поэтому мы можем пройтись по кругу и посмотреть, что тут происходит. Диванчики прекрасные, на которых мы можем поработать. Чем мы пользуемся. Соответственно, сейчас найдем какое-нибудь хорошее местечко, где можно приземлиться и немного поработать. в кафешке. Впереди зеленая лавка. В коколе. Можете видеть разные виды. А вот впереди диванчик. Присядем и пару часов проведем, чтобы хорошо поработать и подготовиться к сегодняшнему дню. Ну вот, за работой, друзья. Все подготовлено. И направляюсь на встречу. Надеюсь, что все пройдет успешно и замечательно. Посмотрим. Посмотрим, какой будет результатик. Поэтому расскажу позже. А пока дорогу. Вы знаете, друзья, уникальная вещь поздравления. Ты как будто заряжаешься энергией на весь оставшийся год. Это невероятный толчок к тому, чтобы продолжать делать дальше все, что делаешь, и жить. Но обращаем внимание на те праведные вещи, которые ты слышишь от других. Спасибо вам за ваше поздравление и за ваши пожелания. Спасибо. 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 Спасибо.